Будем рассказывать историю девочки, которая... девочки из клетки. Девочки из клетки, да, худое слово. Да, ну тогда давай подноготную всей этой истории, что случилось, что произошло. Значит, подноготная. Три года назад ребенок сбежал из дома, 14-летняя девочка. Ее нашли в Нижнем Новгороде, она жила в Москве, она сбежала в Нижний в 14, и она сказала, что она сбежала, потому что мать ее держала в клетке. Ее искали три года. Да, да. И она спокойно себе жила в Нижнем Новгороде, и вопрос, как искали, да? Ну вот, как-то искали, потому что сама девочка говорит, что первое время родители ее не искали, ездили в отпуск, и все было прекрасно. Сами же родители говорят, что они били во все колокола и создавали группу ВКонтакте по поиску, обращались в всякие добровольческие поисковые отряды. Она же перед тем, как сбежать, оставила записку. Она оставила записку, она сказала, что не может больше причинять столько боли, что если будет дальше так продолжаться, ее снова опекут в психушку, а она лежала в больнице специализированной. Ну, в общем, вот... А диагноз есть? Психопатоподобный синдром. А, ну, то есть психическая нестабильность, будем говорить. Это не заболевание, это... Ну, да, надо иметь в виду, что ей было 14 лет, и у 80% подростков диагностируют эту историю. Ну, это просто такое возрастное изменение немножко. Ну, казалось бы, почему комсомолка заинтересовалась этой историей? Ну, убежала. Убежала, искали, нашлась. Но не все так оказалось просто. Да, во-первых, как бы интерес подогревает, что в клетке ее держали. И клетка на самом деле была. Единственное, родители говорят, что они там хранили вещи. А там прям вот металлическая решетка, как в судах стоят, для там вот эти вот клеточки для подсудимых, вот точно такая же стояла в обычной однушке московской. И мать сама говорит, что она девочку там держала только один раз после того, как нашла ее дневник. А в этом дневнике это Ярослава, или Саша, как она себя называет сейчас, писала способы убийства родных, как она всех ненавидит. Вот, мама сказала, что она напугалась, и заперла ее на ночь в клетке, и наутро вызвала психоневрологическую бригаду. Вот, сама Слава говорит, что они ее держали там неделями, там был только матрас, горшок, и еду ей продавали, ну, продавали через дверь. Так, а сколько же ее держали? По словам мамы один день, а по словам Саши? По словам Саши несколько недель, она точно не помнит уже, то есть она, у нее как-то размыты очень временные промежутки. А что она делала в Нижнем, известно? Она говорит, что она зарабатывала частными уроками английского, потому что психопатоподобный синдром у нее развился после аварии. Авария была в Австралии, куда она переехала с родителями, потому что родителям там предложили работу. Вот, и там тоже были конфликты у них жуткие. В общем, два года она прожила в Австралии одна по приемным семьям. И там она выучила английский, соответственно, в Нижнем она могла спокойно его преподавать. Самое интересное, сейчас с ней что, она вернулась к родителям? Она не вернулась к родителям. Она написала заявление в полицию, возбуждено дело по факту истязаний, сейчас там проводятся проверки. Сама девочка сейчас в Питере, она видеть родителей не хочет. Она также зарабатывает переводчеством и собирается вообще уехать из России. Ну, давайте услышим, что сама Ярослава говорит. Вот, с одной стороны, ушла от родителей, почему-то три года, собственно, ну, нашли ее, и она спустя три года решила против родителей возбудить уголовные дела. Ну, по крайней мере... Ну, она и до этого рассказывала, что ее там истязают по-всякому. Но до полиции она, собственно говоря, дошла именно сейчас. Вот что говорит сама Ярослава, давайте послушаем. Вы серьезно верите в ее историю про то, что они меня один раз там заперли, что они, в общем-то, сами признают. А потом, потом они сами от меня там прятались. Серьезно. Несколько дней, ну, скажем, там, дня четыре точно, вот, перед тем, как меня в бурку отправили, я там сидела. И после точно около недели, возможно, больше. Но я всегда добавляю, что возможно и так далее, потому что прям вот точное вот количество часов я не помню. Маша, ты пообщалась же с ней, да? Да. Как впечатление? Абсолютно адекватная девочка, которая просто вырвалась из гиперопеки родителей. Потому что мама у нее прям вот залюбила ее там, как первенца, и вот это все. Ты знаешь, слово «залюбила» и слово «клетка» не очень совмещают. Она залюбила в том плане, что она этой любовью задушила ее немножко, потому что она там создала себе образ идеального ребенка, красивого умного вундеркинда, с четырех лет пошедшего в школу. И она этот образ любила. Как только ребенок начал расти, и характер начал естественным образом изменяться, то любить стало некого просто. И началось моральное насилие, запирание в клетке. Ну там мама просто не очень правильно себя повела. Слушай, ну она ведь не единственный ребенок в семье, да? Не единственный. И там получается, что старший такой вот бес, а младший ангел. Ну вот так вот. А с мамой удалось пообщаться? Да. Что она говорит про Ярослав? Что она сошла с ума, что теперь это не та Ярослава, которая была раньше, что психопатоподобный синдром изменил всю их жизнь, и вообще. То есть, что у нее, в ней теперь живет другая сущность. Так, с нами на прямой связи эксперт Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор Московского регионального социально-экономического института. Здравствуйте, Дмитрий. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Дмитрий, ну вы изучили эту историю. Здесь вот у нас сидит наш журналист, который поговорил с Ярославой, и Маш сейчас утверждает, что Ярослава абсолютно вменяемый человек, просто которого залюбили. И каких-то вот так вот видимых психологических, психических проблем незаметно. Что вы скажете, ознакомившись с этой историей, может быть, в виде ее поведения, как она себя вела, ее поступки, можно ли сделать какие-то выводы? Вы знаете, для анализа мне будет предоставлено, во-первых, почерк, во-вторых, я попросил фотографии этой девушки, и тем более почерк на момент, когда ей было 14 лет. Соответственно, на тот самый момент я провел анализ и выделил несколько таких базовых компонентов, которые характеризуют ее поведение. И, среди прочего, это уже в 14 лет проявлялась способность моделировать ситуацию с целью наблюдения за поведением других людей, это очень важно. То есть такие люди провоцировать ситуацию, и потом начинают какие-то компоненты делать. Здесь мы можем включить еще подростковый компонент. Я поясню, да, что в подростковом возрасте обостряются определенные личностные черты. И, соответственно, вот эта вот склонность моделировать ситуацию, у нее, естественно, есть. То есть я бы так сказал, склонность к некоторым провокациям, провоцирования людей. Для чего это нужно, можно объяснить по-разному. Но вот также в почерке отчетливо фиксируется нацеленность на противодействие другим людям, если они пойдут против ее точки зрения. То есть в любом случае она готова была к тому, чтобы люди пошли против ее точки зрения, чтобы противодействовать. Дальше. Завышенный, очень болезненный эгоцентризм и переживание отношений к себе самой, как ее, так и других людей. Вот если мы говорим о гиперопеке, замечательно, но в данном случае получается все равно очень эгоцентрическая личность, которая крайне озабочена отношением к себе других людей. И если они несколько не совпадают, возникают некоторые, ну, как бы сказать, сначала внутренние конфликты, потом они провоцируются во внешнем. Дмитрий, это юношеский максимализм, и можно ли, он пройдет со временем, или он просто будет разрастаться, и эго будет расти до масштабов вселенной? Вы знаете, ну, вот некоторые люди застревают на этом возрасте весьма надолго, и в данном случае я могу сказать одно, что вот эта конфликтность определенная с одной стороны, а с другой стороны инфантильность, исклонность ориентироваться на тех, кто более взрослый и способен взять на себя ответственность за свои поступки, именно ответственность, кто виноват, допустим, да, это не я виноват, это они виноваты. Это чисто подростковая установка, она может продолжаться и на протяжении, в принципе, многих лет, если человек не будет развиваться дальше. Поэтому здесь, конечно, ну, такой, я бы сказал, случай, с одной стороны, немножко типичный, с другой стороны, по счастью, не слишком типичный, потому что, допустим, заявить в суд в плане своих родителей, это отдельная история. Тогда, извините, да, финальные короткие вопросы. Мурса, скажите, пожалуйста, если это типичный случай, в итоге отношения с родителями, с родными налаживаются или нет вот в таких случаях? Здесь должен быть образ врага, кого нужно обвинять. Если образа врага нет, теряется смысл жизни, смысл вообще необходимости, чтобы это не было делось. То есть здесь получается некоторая зависимость от образа родителя, которого надо ненавидеть. Спасибо большое. Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор, был у нас в эфире. Ну, там и девочка непростая, вот с таким характером ярким, очень жестким, ярким. И мама точно такая же. И какая-то сериальная история, здесь все непросто. Все непросто, я согласна. Потому что мама говорит, что дочка за ней по станции метро бегала с топором. А сама Ярослава говорит, ну, такого не было. Причем она как-то все это очень логично рассказывает, гораздо логичнее и без путанности сознания, которое есть у мамы. Слушай, ну, а у Ярослава есть какая-то цель? Ну, вот сейчас Питер, занятие преподавания английским. Создать семью, уехать из России. Она сейчас там живет с молодым человеком. С ним она в начале следующего года собирается уезжать в Таиланд, а там как пойдет. Ну, в общем-то, по-твоему, история закончилась, да? Я думаю, что да. Я думаю, что они будут дистанционно общаться хотя бы с папой. Вот такую связь поддерживать. С мамой вряд ли, конечно, у них что-то там уже получится. А с папой нормально отношения? Ну, да, Слава не винит его ни в чем, только в том, что он за нее не заступался. Но говорит, что хороший человек и, в принципе, готова с ним общаться. Ну, сама по себе история странная. Все, что удалось расследовать Марии Шестеряковой, вы можете прочитать на сайте «Комсомольской правды». Девочка из клетки, кстати, если будете искать на сайте. Девочка из клетки, вот по запросу, это статья с фотографиями, с интервью. Можно посмотреть, можно прочитать. Маша, спасибо тебе большое.